Если вы считаете, что уроки физкультуры скучные и не такие уж важные, мы докажем вам обратное. ЗОЖ ученика. Все это и не только в программе ФИЗРА. Откладывайте гаджеты и присоединяйтесь к нам. Будет точно интересно. Покоряем новые вершины вместе. Для того, чтобы заниматься чирлидингом, необходимо иметь настоящую спортивную профессиональную подготовку. И приподнялись. В стульчике стоим. Спиночка ровная. Дышим. Вдох. Отлично. Спорт – это когда ты учишься и потом себя на выступлении показываешь. Если родители ведут себя правильно в плане воспитания здорового образа жизни у своих детей, то их детей потом проблем не будет. Им не нужно будет проходить отдельные курсы по ЗОЖу. Азиатская кухня яркая, поэтому используйте овощи разных цветов. Чирлидинг бывает двух видов. Спортивный, где приходят соревнования со званием лучшей команды. Второй тип представляет собой сотрудничество между чирлидерами и спортивными клубами, секциями и федерациями. Это своеобразная группа поддержки. Более подробно в нашем следующем сюжете. Увидев танцующих девочек с помпонами в руках, вы не ошибетесь со спортивной секцией. Сразу скажете. Чирлидинг – это один из самых зрелищных видов спорта, который гармонично сочетает в себе элементы акробатики, гимнастики, современной хореографии и шоу. Чирлидинг – увлекательный и стремительно развивающийся вид спорта, официально утвержденный Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. Чирлидинг – это очень интересный, энергичный вид спорта. Это не то, что мы привыкли, многие, кто не разбирается в этом. У них идет ассоциация, что это группы поддержки, размахивающие помпонами на стадионе, болеющие за спортсменов, поддерживающие публику, настраивающие на спортивный лад и так далее. Нет, это совсем другое. Это очень серьезный профессиональный вид спорта. Для того, чтобы заниматься чирлидингом, необходимо иметь настоящую спортивную профессиональную подготовку. В нее входит и растяжка, и развитие физических качеств, такое как выносливость, быстрота, скорость, сила и гибкость, что просто необходимо везде. Сейчас это самостоятельная спортивная дисциплина, и детский чирлидинг набирает популярность. Школьники получают спортивные навыки, учатся работать в команде, выполнять элементы синхронно и ценить работу каждого участника. Чир-спорт подходит всем – детям, подросткам, мальчикам, девочкам. Каждый найдет свою роль и будет важным звеном команды. Вообще в чирлидинге дети могут из самого младшего возраста, просто в зависимости от того, какая цель для занятий. Если просто так для себя ходить заниматься, то здесь вообще неважно, в каком возрасте ты приходишь и работаешь. Если ты хочешь заниматься профессионально, то самый оптимальный возраст – это 5-6 лет. Когда у детей уже интеллектуальное развитие позволяет воспринимать информацию, запоминать элементы, правильно их соединять и, в принципе, понимать, что от тебя нужно. И когда еще есть возможность развить физические качества, такие как гибкость, растяжка, координация – все, что необходимо в дальнейшем. Такие художественно-акробатические тренировки развивают у ребенка чувство ритма, ловкость, выносливость, стрессоустойчивость, гибкость и вырабатывают качество лидера. Родом танцевально-акробатическое представление из Америки. В переводе «чир» означает «приветственное восклицание», а «лидер» – «понятно», «человека, который может вести толпу за собой». Чирлидинг, он разделяется на несколько направлений. Это чир, который включает в себя пирамиды различные, станты, акробатику и танцевальный чирлидинг, или, как он называется правильно, это перформанс, где как раз-таки используются помпоны, но это не то, что происходит на стадионе. Это профессионально-синкронное исполнение танцевальных движений, скоординированных вместе с акробатикой, с различными прыжками, гимнастическими махами, элементами и так далее. Вращения идеальные, заученные. Это, на самом деле, очень сложный вид спорта, потому что здесь оценивается не только один спортсмен, здесь оценивается, либо это группа танцует полностью, либо это двойка, которая выполняет, если это какие-то станты или что-то еще, там может количество меньше быть, 4-5 человек. Это именно командный вид спорта, это не индивидуальный вид спорта, а в том-то и сложность, что здесь один за всех и все за одного. Занятия включают элементы гимнастики, акробатики, танцевальные движения, общеразбивающие, строевые и перекладные. Упражнения на синхронность, танцевальные движения, элементы художественной гимнастики, хореографии, а также различные прыжки. А еще черлинг — это отличная возможность научиться дисциплине, самоконтролю и работе в команде, где успех зависит от каждого его участника. Гиподинамия становится настоящей проблемой подрастающего поколения. Школьники вместо выбора спортивных секций, прогулок на свежем воздухе и активных игр предпочитают смартфоны, планшеты и другие гаджеты. Такой вид досуга приводит к снижению физической активности учащихся, что, соответственно, влияет на их успеваемость в школе. Предлагаю размяться. Показываем вам комплекс упражнений для суставов для младшеклассников. Сегодня мы проведем с вами комплекс упражнений на укрепление суставов, связок и мышц нашего опорно-двигательного аппарата. Мы их будем проводить в статических упражнениях в виде различных планочек, которые вы уже знаете многие, в различных упражнениях других, у стеночки, у шведской стеночки. Ну и, конечно же, закончим мы растяжкое упражнение наше, чтобы наши мышцы пришли в норму. Итак, встали на коврик. Первое упражнение – это наша обычная планочка на руках. Все встали раз и стоим. Молодцы. Голову чуть-чуть вниз. Смотрим вниз. Молодцы. Спиночка ровненькая, не прогибаемся. Отлично. Отдыхаем. Сели на коленочки. Теперь у нас планочка на согнутых руках. Вдох, становимся на ручки, на ножки раз и держим. Спинка опять ровная. Дышим обязательно. Вдох, выдох. Отлично. Попочку Виолетта ниже, ниже. Вот. Внимание. Отдыхаем. Отлично. Отдыхаем. На правый бочок. Посмотрели, где у кого правый бочок. Поставили ножки. И делаем боковую планочку. Оп. Поднялись. Ручку высоко. Спинка ровная. Стоим, стоим, стоим. Молодцы. Ровненько, ровненько. Ножки выпрямили. Оп. Сели. Отдыхаем. Пока отдыхаем. Переворачиваемся на другой бок. Сидим. Ножечки на коврике. Внимание. Поднялись. Оп. И ручку вверх. Спинка ровненькая. Раз. Два. Стоим. Молодцы. Умнички. Поравняли. Поравняли спинку. Оп. Отдыхаем. Отлично. А теперь мы делаем позу. Собачка. Мордочкой вниз, да? Поставили ручки. Поднялись на ножки. Голову вниз. И тянемся головой к коленочкам. Выше, 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 выше. Молодцы еще. Отлично. У всех хорошо. Отдыхаем. Молодцы. Дышим. И последняя планочка на руках. Как стульчик. Поставили ручки, ножки. И приподнялись. В стульчике стоим. Спиночка ровная. Чуть-чуть приподнялись. Дышим. Вдох. Раз. Два. И опустились. Отдыхаем. Молодцы. Умнички. Мы подошли спиночкой. Прислонились хорошенечко. Да, стульчик. А теперь ножички тихонечко пошли вперед. Спиночка к стеночке. Ножки еще вперед, Вова. И стоим. Напряглись. Напряглись. Держимся. Посмотрите, какие ровненькие у нас красивые мальчики. Дышим. Оп. Поднялись. Ножки встряхнули. Повернулись лицом к стеночке. Вот за эту перекладинку. Отошли назад. Мы как будто бы отжались и замерли. Держим. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Молодцы. Спинка ровненькая. Дышим. Закончили. Молодцы. Ручки встряхнули. Подошли близко. Ручки взяли вот за эту. И на первую ступенечку марш. На носочки поднялись. Оп. И напрягли грудь к стеночке. Напрягли все наши ножки. Икроножные мышцы. Держим. Дышим. Отлично. Дышим. Молодцы. Умнички. Оп. Вниз сошли. Ножки опять чуть-чуть встряхнули. Мы поработали на ножки и на ручки. Да? Еще на ножку подошли. На вторую ступенечку поставили ножку. Стоп-стоп-стоп. Поставили. Выпад сделали большой. Ручки положили на колено. И стоим. Ножку дальше. Дальше можно чуть-чуть. Вот эту ножку дальше. Назад. Стоим. Стоим. Держимся. Спинка ровная. Вова. Назад ножку. Назад. Назад. О! Держим. Держим. Отлично. Закончили. И так как все упражнения у нас должны быть симметричные, мы должны обе руки, обе ноги нагружать, да? То мы ставим что? Вторую ножку. Вот так. Спиночка ровная. Выпад на нее. И держим спиночку. Молодец. Держать. Спинка ровная. Раз, два, три, четыре. Закончили. Стряхнули ножки. Молодцы. Наши мышцы. Наши мышцы хорошо поработали. Мы обязательно их должны растянуть. Правую ручку взяли. В сторону. И давим на ручку. Давим. И растягиваем. Да. Растягиваем ее. Все. Сильнее давим. Давим туда. Молодцы. Опустили. Встряхнули ручку. Вторую руку взяли. И туда ее тянем. 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 Тянем туда ее. Вот. Вот туда ее. Молодцы. Закончили. Ручки встряхнули. Правую ручку вперед. Раз. Взялись за пальчики. И тянем. Тянем пальчики назад. Растягиваем. Опустили. Встряхнули. Вторую ручку. Раз. Вторую. Виолетка. Делаем. Молодцы. Опустили. Отлично. Еще правую ручку вниз. И вот здесь давим. Рука прямая. Растягиваем. Опустили. Отдыхаем. И вторая рука. Вторая рука. Давим. Молодцы. Хорошо. Ножки широко. Теперь потянемся к ножке. Мы наклонимся и будем стоять, пока я не скажу выпрямиться. Наклонились. Держим ее. Держим ножку нашу. Тянемся к ней. Тянемся. Тянем бочок. Отлично. Оп. Встали. Ко второй ножке наклонились. Ко второй взялись за нее. Еще тянемся к ней. Да, да. Молодец. Умница. Выпрямились. Хорошо. Молодцы. Умнички. Закончили. Похлопались себе. Физическая культура и спорт идут в ногу друг с другом. Они как бы заменяют и даже дополняют друг друга. Однако такое видение этих понятий поверхностное. Так в чем же разница между физической культурой и спортом? Спросим наших любимых экспертов. Спорт и физкультура – это и так одно и то же. Конечно, спорт и физкультура – это одно и то же. Я думаю, что это одинаковое, потому что на физкультуре можно заниматься, еще там что-то можно изучать, и там ты можешь выиграть что-то. Мы на физкультуре бегаем, ходим и разминаемся. Спорт – это такое занятие, где надо заниматься. Спорт – это когда бегают, отжимаются, приседают. Футбол, теннис, баскетбол, я знаю синхронку, я знаю рукопашный бой, тэквондо, бой без правил. Пляжный волейбол, теннис, футбол, хоккей, ну если это без спорта. У нас тут бассейн есть, я в нем плаваю, и там есть вышки. Там плавцы, наверное, некоторые плавают на соревнованиях. Синхронка – это когда ты занимаешься трудно, и на воде учишь танцы, даешь фигуры на глубине, и танцы на глубине. Нет, спортсмены, они сильные очень. Они тренировались, они тренируются где-то год. Это когда происходит соревнование, завоевывают медали. Спорт – это когда ты учишься, и потом себя на выступлении показываешь. Олимпиада, да, там точка, попасть там всем спортсменам. Если ты хочешь хорошо учиться, быть ловким и умелым, запомни несколько правил, которые помогут тебе добиться успехов во всех делах. Правило первое. Организуй свой режим дня. Второе. Полноценный сон – залог здоровья. Третье. Больше двигайся. Правило четвёртое. Правильно питайся. Далее – береги зубы. Правило номер шесть. Берегите зрение. И номер семь. Не совершайте плохих поступков. Далее говорим о понятии ЗОЖ-школьника с доктором. Здоровый образ жизни – аббревиатура, которую я очень не люблю, но очень модное направление, очень модно сейчас говорить на эту тему. С моей точки зрения, нужно называть не здоровый образ жизни, а разумный образ жизни. Образ жизни человека разумного. Что такое ЗОЖ с точки зрения медицины, а не с точки зрения моды, которую мы на сегодняшний день можем видеть в Инстаграм или в других социальных сетях? Это не ЗОЖ, это китча. ЗОЖ – это комплекс мероприятий, который направлен на сохранение, развитие и укрепление здоровья. Ничего нового в этом понятии за последние сто лет, наверное, не появилось. Дело в том, что ЗОЖ – это разумное использование того, что дала вам природа. Это разумное отношение к температурному режиму. Там, где жарко – раздеваться. Там, где холодно – одеваться. А не ходить с голой поясницей и голыми лодыжками в мороз. И без шапки, но с шарфом. Это рациональное отношение к питанию, не диеты с исключением всего-всего-всего. Организм должен получать и белки, и жиры, и углеводы. Но это все должно быть в правильном соотношении и качественном. И двигательная активность. Двигательная активность – это не обязательно тренажер и селфи возле зеркала. Двигательная активность – это просто походить, это просто побегать, это просто поездить на велосипеде, на лыжах, на чем угодно. Вот это все, ЗОЖ. То есть, на сегодняшний день, мне кажется, больше разговоров об этом, нежели правильного, разумного, взвешенного подхода. То какие-то шарахания с диетами с полным исключением. И посмотрите, у нас неожиданно начали обсуждать дети, могут быть вегетарианцами, веганами, сыроедами или нет. Раньше об этом даже речи не шло. Потому что детский организм должен получать все, максимально широкий рацион питания, белки, жиры, углеводы, растительные животные. И вот в этом здоровый образ жизни, а не в том, что вы его посадите на лебеду пополам с соломой. Вопрос в том, что если родители ведут себя правильно в плане воспитания здорового образа жизни у своих детей, то и у детей потом проблем не будет, им не нужно будет проходить отдельные курсы по ЗОЖу. Если вы хотите, чтобы ваши дети были здоровыми, ведите себя, как здоровые люди. Не нужно детям навязывать свои вкусовые пристрастия, свои какие-то нормы в ограничении по питанию. Ребенок растет, ребенок развивается. У него здоровый образ жизни не такой, как у вас, у родителей. Если у вас излишек массы тела, у вас ограничений, а он растет, ему нужно много белков, жиров, углеводов. Сбалансировано. Обеспечьте ему этот баланс. Обеспечьте ему здоровое питание. Не наггетсы, хот-доги и гамбургеры, а домашнего приготовления. Вы должны приложить к этому усилия. Ваша задача его научить, приучить. А детский организм в этом плане наиболее уязвим, потому что это обмен веществ, который формируется. Это обмен веществ, который меняется очень сильно. До года это свое. После года это свое. Пубертат – это вообще всплеск гормональный. И вы не представляете, что-то в этом подростковом организме происходит. А тут начинаются какие-то модные течения, зож с добавками и каким-то непонятным фитнесом. Нет. Здоровый образ жизни – это не дорогие спортивные залы, тренажеры, биологически активные добавки и спортивное питание. И не диеты. Это правильное, сбалансированное питание дома. Это рациональные, нечрезмерные физические нагрузки. И это физкультура, детский фитнес, все, что хотите. Но не профессиональный спорт у ребенка. Это здоровый образ жизни. Это правильная одежда, а не брендовая одежда. Вот это здоровый образ жизни. После завтрака ребенок полноценно готов учиться. А ближе к 12 его организм нуждается в дополнительном перекусе. Именно поэтому в это время в школе дают второй завтрак. Предлагаю приготовить что-нибудь вкусное. Сегодня готовим тайское блюдо под тай. Подготовьте 8-10 креветок. Сладкий перец разного цвета. Гречневую лапшу. Оливковое масло. Перепелиные яйца. Но их можно заменить на обычное яйцо. Лук-шалот. Микрозелень. Соевый соус. Лимон или лайм. Кунжутно-ореховый соус. И арахис. Скипятите воду. Посолите. Добавьте в кастрюлю немного оливкового масла. Отварите лапшу соба. Нарежем основные ингредиенты. Первым делом шинкуем перец. Азиатская кухня яркая. Поэтому используйте овощи разных цветов. Мелким кубиком нарежьте лук-шалот. Раздавите и измельчите зубчик чеснока. Разотрите орехи в ступке. Позже будем их обжаривать в чесночном масле. Они раскроются, отдадут свой аромат и выделят свои масла. Нам понадобятся яйца. Можно использовать перепелиные, можно куриные. На ваш выбор. Еще нужны креветки и долька лимона. В разогретую сковороду вог выливаем оливковое масло. Первыми выкладываем лук с чесноком. Чеснок разогреется, отдаст свой аромат. Воги готовятся все очень быстро. Поэтому сразу добавляем тертые орехи. Немного ждем и отправляем на сковороду перец. Перемешиваем. Освобождаем середину сковороды и вбиваем туда яйцо. Растираем его в хлопья. Смешиваем с остальными ингредиентами. Снова освобождаем середину вога. Выкладываем креветки. Добавляем соевый соус. Хорошенько перемешиваем. Соус должен припитать все ингредиенты. Наливаем немного жидкости, в которую варили собу. И выкладываем в саму лапшу. Перемешиваем, даем немного настояться. Перед тем, как снимать блюдо с плиты, добавьте в него сок четвертинки лимона. Выкладываем подставку и боку пиалу. Поливаем ореховым соусом. Выкладываем дольку лимона. Украшаем микрозеленью и семенами кунжута. Такое яркое блюдо азиатской кухни у нас получилось. Любопытным школьникам точно понравится. Приятного аппетита! Что нужно делать, чтобы быть темным и сильным? Заниматься физкультурой. А чтобы хорошо спать и беззаботно бодрствовать. Не поверите, заниматься физкультурой. Не желаете часто болеть? Правильно, занимайтесь физкультурой. Хотите быть красивыми и стройными? И тут ответ очевиден. Занимайтесь физкультурой. За здоровый образ жизни ученика отвечает программа Физра. С нами Физра. Всегда на ура. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Физра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова